Первое, по рынку электроэнергии. Ситуация у нас такая, что на сегодня в Казахстане действует порядка 250 энергоснабжающих организаций. Из них 40 работают на регулируемом рынке, то есть они признаны доминантами, остальные 210 работают в конкурентном рынке. Важно отметить, что тарифы на электроэнергию у регулируемых доминантов зачастую выше, чем у нерегулируемых. Это первое. Второе. Сегодня есть у нас больше, наверное, проблем, связанных с деятельностью энергопередающих организаций. Сегодня на рынке их функционирует порядка 160, из них только 40, это уже в Карагандинской области. Их большое количество приводит к ограничению доступа к сетям, так как необходимо заключить договора со всеми 40 энергопередающими организациями. Для решения данной задачи необходимо провести угруппнение энергопередающих организаций. Этим сегодня наше министерство занимается. Так проводится работа по реализации 51-го шага плана нации, 100 конкретных шагов. На сегодняшний день проект с законом уже разработан и находится на рассмотрении в правительстве. Теперь, что касается угля. Действительно, есть проблема такая, что накрутки сегодня повышают стоимость угля в 2-3 раза. И в целях стабилизации цен на уголь коммунально-бытового назначения наше министерство поддерживает предложение Министерства национальной экономики по исключению посреднических организаций и предлагает совместно с Минэком нам по этому вопросу поработать и разработать меры по решению данного вопроса. Кроме того, хотел бы сказать, что согласно приказу министра национальной экономики от 26 февраля 2015 года, уголь коммунально-бытового назначения реализуется еще и через товарные биржи. Теперь в отношении разработки отдельного закона об угле мы считаем это нецелесообразным, так как на сегодня угольная отрасль регулируется в рамках закона о недрах и недропользовании и новые нормы предусматриваются в рамках разрабатываемого кодекса о недрах. То есть, чисто эти торговые вопросы предлагаются в рамках отдельного нормативно-правового акта отработать. Что касается ситуации по газоснабжению, действительно, на сегодняшний день согласно закону о газе и газоснабжении, у национального оператора существует монопольное право на покупку всего добываемого газа, так как согласно закону газ является собственностью государства. Несомненно, в будущем этот вопрос необходимо, наверное, рассматривать, но сегодня вот в действующей редакции это позволяет удержать цены на такой важный социальный товар, как газ. Вы знаете, что сегодня национальный оператор покупает газ, порядка 60% закупает в долларах, продает в тенге и после произошедшей два года назад корректировки курса Кастрансгаз сегодня вынужден продавать газ себе в убыток. Для того, чтобы избежать каких-то негативных социальных последствий, пока предлагается эту схему оставить.